наш эфир продолжает программы эфима фиштейна похищение европы здравствуйте эфим добрый день давайте-ка начнем с но события неординарного президенту трампа уже вернее президента трампа уже дважды за короткий срок номинировали на нобелевскую премию мира как же реагирует европа на это событие вопрос вполне закономерный ответ на него не может быть простыми однозначным потому что мы говорим европейском континенте представленном прежде всего европейским советом но для начала напомню что мы ведем этот диалог 15 сентября это важно эта дата вполне может стать знаменательной и даже исторической датой потому что на фоне белого дома в вашингтоне был подписан договор соглашения скажем так 3 авраамических религий или религия рамического корня хотя христианство мировую религию представлял скорее дональд трамп сам иудаизм и ислам представляли соответствующие представители этих государств договор или соглашение не является мирным соглашением потому что государства не находились в состоянии войны тем не менее договор вполне исторический и так мы имеем дело с событием первостепенной важности событием которого не удалось добиться многочисленным американским президентом разумеется и другим деятелем международным и вот трамп его добился своей воли своей своей настойчивостью и в общем-то умением играть в эти международные рекламодические шахматы я был бы счастлив если бы в оставшееся время в оставшиеся полтора месяца до выборов ему удалось бы привлечь к подобному договору скажем и саудовскую арабию но вернусь к истокам вашего вопроса как европа отреагировала на события на события которым является и заявка на нобелевскую премию для президента соединенных штатов одним словом если хотите европа пришла в серьезнейшее замешательство с одной стороны она не может отмести мирное соглашение которое ведь иначе как миром в самом словосочетании мирное соглашение уже заключено слово мир а именно это слово дает основания для премии за этот мир мы через пару минут услышим почему никакого отношения премия премия к миру собственно не тем не менее я тщательно а в данном случае и сознательно перечитывал европейские газеты и смотрел разные программы европейского телевидения и это замешательство о котором я говорю она чувствовалась во всем и между прочим не случайно на церемонии подписания соглашения среди тысячи приглашенных было так мало а если хотите не было вообще официальных представителей государства евросоюза был министр иностранных дел венгрии может быть я не посмотрел до конца может быть подъехал еще кто-то но в принципе было объявлено заранее что будет только министр иностранных дел венгрии приглашенные лично остальные несмотря на личное приглашение не прибыли занятые гораздо более важными текучими делами текучка заела просто они не могли прибыть для того чтобы поучаствовать в таком серьезном международном деле что происходит только в одной газете девельт это консервативная газета издающиеся в гамбурге в германии я нашел какие-то я бы сказал комплементарные слова в адрес трампа где все было отмечено что это большая кавычках удача удача приходит подготовленным хорошо хорошо подготовленным это именно случай трампа в остальном что интересно было скорее дана платформа или площадка для всяких комментариев вполне нелестных некоторые из комментаторов или просто читателей газет писали что если это произойдет если трампу такую премию выдадут это будет глубочайшее падение после которого он потеряет всякое уважение к этой премии прошлом это уважение было видимо с его стороны глубоко испытываем также нобелевская премия за мир что может быть выше я сейчас он потеряет уважение так писали и многие другие это шутка да вы скорее всего шутите как может человек у которого кровь на руках и наверное на всем остальном теле как он может получить нобелевскую премию мира который в свое время получил американский президент обама в качестве аванса за будущее дела которые впрочем так и не состоялись я ради интереса приведу обоснование для нобелевской премии мира для обамы и вы обратите внимание на одно обстоятельство в той нобелевской премии в том обосновании или если хотите а лаудацио которая предшествовала выдача было написано что премия предоставляется за здесь я цитирую чрезвычайное усилие по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами вы наверняка обратили внимание что слово мир здесь не присутствует причем есть вообще мир вы понимаете это очень символично для этой организации так вот дня 2 а то и 3 средства массовой информации европы искали человека который подделал заявку на нобелевскую премию мира для трампа они так и писали по-английски это фольчт и вы понимаете что это означает это подделанная состряпанная фальшивка потому что нельзя поверить что кто-то из ответственных лиц серьезно может представить подобного рода заявку кстати на нобелевскую премию мира может выдвинуть только определенный контингент достаточно ответственных людей это как правило депутаты парламента это международная организация и прочее просто так с улицы никто не может зайти на телеграф местные написать телеграмму нобелевский комитет а я предлагаю трампа нет так вот искали этих невероятных людей обнаружили что заявка отнюдь не фольчт отнюдь не фальсифика она вполне реально это заявка подписанная одним норвежским депутатом а я депутата парламента я напоминаю что выдает на премию норвежский комитет по премиям мира звать его крестьян кибрюк гедде фамилия почти непроизносимая к счастью не один еще и шведский депутат по имени магнус якобсон присоединился и тоже выдвинул трампа на нобелевскую премию мира в первом случае вот именно за умиротворение ближнего востока во втором случае за мир между сербией косова и израилем за взаимное ритматическое признание и так отпал вопрос о том кто же какой негодяй сфальсифицировал заявку оказалось что нашелся такой негодяй и в этот момент средства массовой информации как мы видим и политики потеряли интерес к этому историческому событию настолько что в газетах помещены в основном может быть завтра появятся отклики до сих пор были после помещены в основном комментарии всяких недругов которые повторяю ломают руки заламывать руки над таким падением нобелевского комитета по миру по премии выдающего премии за мир так вот я хочу вернуться к тому что всем давно стало понятно премии нобелевского комитета те которые называются премиями за мир или премиями мира не имеет никакого отношения к миру премии за литературу не имеют отношения к литературе и даже премии по экономике а может быть и по другим наукам не имеет никакого отношения к этим конкретным физика физикальным химическими другим биологическими другим наукам они все выдаются теперь принцип их присуждения совсем другой они рассматривают личность человека который должен получить эту премию с той точки зрения насколько он приближает мировой прогресс или наоборот ему препятствий в этом смысле нельзя было не дать премию обаме который приближал очевидно мировой прогресс так как его представляют себе люди сидящие в комитете в то же время трамп этот мировой прогресс очевидно не приближает то что это доказано десятками а может и сотнями примеров тоже не вызывает сомнений не может вызывать возражений но вот дали премию мира сутьи борцу за права человека искал женский род не нашел борцу за права человека из бирмы по-русски нянмара она сейчас называется дали все были счастливы она приближала прогресс во всех отношениях и вдруг оказалось что она по его конечно в каких-то рамках может быть приближает но не не в самой бирме не в мянмаре там она на стороне угнетателей то есть сейчас серьезно обсуждается вопрос как бы ее этой премии лишить на полном серьезе то есть вы понимаете что говорить о мире говорить о литературе говорить об экономике не приходится лучшие литераторы этого мира не получили нобелевской премии латиноамериканцы замечательная не получили нобелевской премии зато она по литературе зато она выдавалась по принципу этой стране прогрессивной мы уже дали а вот эта страна еще ждет своей очереди в литературе ждет своей очереди сам подход абсурден и сам подход и к делу мира и делу других литератур и прочее я знаю американских скажем премиантов носителей премии лауреатов нобелевской премии за за конкретные науки скажем от первооткрывателей дна и они позднее лишились всех своих всех своих титулов научных только за то что имена человека которым я говорю вы наверняка вспомните может быть и фамилию свое время говорил что интеллектуальные способности разных видов людей люди ведь тоже делятся на какие-то субспеции различные казалось бы невинный постулат но за то что он за то что он предположил такое возможное неравенство его решили лишить нобелевской премии мира за физику и по физике в то время как скажем президент обама носить лауреат бог спокойно год назад в сингапуре сказать что люди не равны потому что женщины женщины то есть часть вида человеческого выше и лучше и умнее он сказал ясно что они должны править миром потому что они лучше выше и умнее его не лишили нобелевской премии мира поверьте мне так что говорить сейчас о том что премия это служит для награждения лучших в своей области и в данном случае что премия мира выделяет таких политических деятелей которые заслужили этой премии за свои достижения в области мира не приходится поэтому очевидно премия нобелевская находится в состоянии грандиозного факта из ее из состава ее отдельных комиссий в том числе и специализированных профессиональных или отраслевых хотите ли выходит из нее понимая что сейчас это превратилось в чистую бессмыслицу эта премия за мир не может быть президентом трампом полученной поэтому европейцы молчат в тряпочку а некоторые из них министр иностранных дел европы вообще позиция евросоюза высказанная по этому поводу за исключением восточноевропейцев сводилось следующему что мир на ближнем востоке это замечательно но он не полноценный потому что он не учитывает и нигде в нем соглашение не упоминается принцип двух государств на нынешней территории израиля палестинского и еврейского если этого положения там нет для европейцев такой мир недостаточно хорош потому что снова возвращаюсь по параболе не о мире идет о том чтобы любое соглашение соответствовало прогрессивным представлениям европейцев вот такое странное положение при котором они не могут даже поддержать реальность этого мира который сейчас удалось добиться президенту травм спасибо спасибо за ваш анализ напомню телефон студии 847 4005 200 если будут вопросы или комментарии пожалуйста звоните что касается президента трампа как всегда публика из так называемых журналистов которые собирается на пресс-конференции не отличается особой доброжелательностью и конечно же но это я мягко очень выразился потому что когда слушаешь вопросы которые не задают часто эти вопросы даже не звучат как вопросы а такое выступление антитрамповское выступление ни больше ни меньше и один из журналистов за и не помню кто точно задал вопрос а вы считаете что вы достойны нобелевской премии мира на что трамп дал совершенно потрясающий ответ мир это и есть премия я должен был стоя аплодировать давайте попробуем принять звонок в этом продолжим на эту тему добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте уважаемый эфим вы знаете а я думаю что наибольшим наибольшей наградой трампу было бы его следующее президентство и победа в сенате и в нижней палате а вот быть в одном как сказать вместе с арафатом и алам гором в одной упряжке как говорится за эту премию может быть это не очень большая большая награда тем более что деньги как говорится в день свою зарплату жертвует на благотворительность а вы сказали что обама ничего не сделал он устроил войну в сирии в ливии и хилл и так далее поэтому потом он устроил как говорится агрессивный иран и теракты всевозможные которые и поддерживают то есть он разжег весь ближний восток до такой степени которой до него не было единственное конечно кто что то что было сделано вопреки нему что арабские страны настолько испугались ирана что теперь уже поняли что главный враг у них не израиль а иран это помогает как-то трампу наводить мир на ближнем востоке вот я хотела бы знать согласна ли вы с этим спасибо большое да с вами не поспоришь бы все очень сказали правильно я только повторюсь я не сказал что он ничего не сделал я сказал что ничего не сделал для мира но для подрыва мира он сделал достаточно много и вы сами это описали разумеется все это и даже его последние жесты уже на отходе где-то в начале января от мандата его кончался 20 он успел вопреки всей традиции америки проголосовать организации объединенных наций против израиля поддержать антиизраильскую резолюцию то есть он разумеется если бы он еще имел возможность продолжить свой мандат он бы наверняка еще больше навредил но его время кончилась пластинка заигранной доигран до конца сейчас давайте думать о будущем действительно следующий новый срок для трампа было бы лучшей наградой для него но поверьте и такой лепесток его его венце его короня был бы неплох но почему же нет если но я повторяю я глубоко уверен что ему так эту премию не дадут они должны были бы вылезти из шкуры своей перекраситься полностью чтобы признать успех я повторяю европейский союз считает это сомнительным успехом потому что там ничего не говорится об урегулировании ситуации с палестинцем а с палестинцами в рамках принципа двум государств на одном месте но европейцы любят такие абстракции разделяют такие абстракции которые являются утопическими и нежизненными это многие очень хорошо описали в различных утопиях и анти утопия кстати это был только первый шаг бахрейн и объединенные арабские эмираты во время своей речи президент сказал о том что еще пять шесть примерно арабских стран наладят отношения с израилем в их число могут войти аман суда на и возможно саудовская аравия это вообще будет этих стран больше есть еще мусульманский чад как вы сказали судан северное и южное там в любом случае может еще набраться несколько государств это было бы разуме я надеюсь я чувствую и вижу в трампе отличного шахматиста он сейчас играет очень высокопрофессиональный шахмат зачем ему весь запас весь порох так сказать и стратить в однора в одном присестье он сможет и повторить этот замечательный успех и пригласив скажем саудовскую аравию и других мусульман мусульман которые могли подписать подобные договоры это было бы это было бы имел бы взрывной эффект на весь мир кстати между прочим я чувствую и это отмечают многие и я вижу это по ситуации в европе и не только в европе я сейчас уже вижу и в канаде если трампу удастся повторить успех и и остаться на второй срок это произведет тоже совершенно не обратимую реакцию других странах впервые в канаде например собираются люди с лозунгами в честь трампа это в канаде никогда еще не было и вот сейчас буквально вчера или позавчера это произошло в европе все нынешние протесты проходят уже лога дональда трампа что любопытно такого поворота никто не знал я могу допустить что через пару лет может сложиться ситуация так что когда трамп приедет скажем в европу его будут встречать массы по многочисленнее чем свое время встречали обман спасибо спасибо большое давайте к мы сделаем небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся обязательно продолжим в возвращаемся в программу похищение европы программа эфима фиштейна телефон в студии 847 400 5200 и несколько слов по поводу вот этой церемонии подписания вообще любопытная реакция демократов наших еще в прошлом году те уверенно предсказывали что израиль лишился любых шансов на дружелюбное отношение с арабским миром а после переноса посольства сша в иерусалим вы помните какие истерики по этому поводу проходили все все теперь израилю конец теперь все и вдруг на тебе а теперь демократы стараются просто игнорировать то что происходит в белом доме единственно спикер палаты представителей нэнси пелоси лишь выдавила из себя что это может быть важным событием и опять же если не будут ущемлены права палестинцев то есть демократов больше всего интересует права палестинцев но это такая политика это вот то же самое что с национальными меньшинствами у нас в стране якобы их здесь ущемляют а репрессируют и так далее то же самое вот все это прогрессивное левое человечество а у них такое же отношение к палестинцам бедные ущемленные абсолютно абсолютно и удивительно удивительные вещи удивительные вещи происходят господа демократы голосующие за демократов вы голосуете за них потому что вас очень беспокоит судьба палестинских арабов которые ущемлены похоже на то и похоже на то и среди этих голосующих 62 процента американских евреев которые голосуют за демократов посмотрим сергей кстати сколько их проголосует каком процентном соотношении сколько их проголосует сейчас мне кажется что это эйфория прогрессивного самоотождествления юридского американского меньшинства с демократами все таки уже проходит может быть я ошибаюсь но знаете что я хочу сказать вот ведь я же как бы здесь отвечаю за европу перед вашими слушателями европе даже курьезная ситуация вы знаете что не только ближневосточное урегулирование на трампу удалась еще одна замечательная штука он замерил косово кстати мусульманская страна еще одна мусульманская страна вот мы говорили о возможных присоединениях к этому факту других мусульманских стран косово и сербию он замерил и условием нового и договора было не только установление дипломатических отношений с израилем но и перенос или в том в данном случае открытие посольство в иерусалиме невиданная совершенно невиданная история которой не добился никто в европе за эти годы столько раз всеми осуждаемый перенос американского посольства в иерусалим и вдруг эти два государства которые могут имеют основания по разному относиться и к америке и израилю вдруг они соглашаются на это условие и что вы думаете ставлю вопросы вы можете трижды гадать что вы думаете как отметила европа как она откликнулась на вот это развитие событий я не стану вас мучить вы угадали наверняка с первого раза европейский союз поставил на вид и сербии и косово и прямым текстом в декларации в определенном как бы заявлении заявление евросоюза указал что если эти два государства примут условия трампа и откроют свои посольства в иерусалиме то им не видать как своих ушей членство евросоюза оно обусловлено якобы солидарностью вопрос с кем солидарность кто с кем должен быть солидарен с ангелой меркель или с палестинцами и почему новые члены евросоюза должны присягать на верность отдаленным палестинцам не имеющим с Европой ничего общего вот такая ситуация и она кстати здесь не столько я бы подчеркнул глупость европейцев им не удалось пока нигде и никак остановить развитие мировое несмотря на все попытки бить себя в груди заявлять что мы вторая а может быть и первая по значению мировая держава имея ввиду обобщенно евросоюз весь так вот сейчас они делают условием вступления в евросоюз признание интересов палестинцев и не признание государств которые переносят свои посольства в Иерусалим эта судьба постигла ряд восточноевропейских государств даже те которые уже было как говорится были в пути я это просто знаю из дипломатического ведомства Чешской Республики они уже были готовы и сейчас еще может быть стоят на старте готовы перенести посольство они перенесли какие-то консульские отдельные какие-то консульские отдельные дела перенесли в Иерусалим уже открыли там и новое помещение для консульства тем не менее они не смогли открыть полноценное посольство из-за того что европейский союз делать этого никак не рекомендовал это вот о чем я говорил складывается ситуация точно так же поступают наши большие корпорации в отношении марксистской организации которая называется Black Lives Matter они поддерживают это марксистское движение это террористическое марксистское движение большие корпорации так же ведет себя Евросоюз по отношению к палестинцам абсолютно давайте попробуем давайте попробуем принять звонок добрый день здравствуйте уважаемый Ефим скажите пожалуйста для чего входить туда откуда вышла Великобритания зачем им нужен этот Евросоюз еще у меня один вопрос как вы думаете удастся ли Трампу оторвать Сербию от влияния России спасибо большое так первый вопрос риторический я бы ответил разумеется нет смысла но не я решаю это во-первых во-вторых есть и другие оглядки да Великобритания все-таки мировая держава ее экономика не стоит и не падает как говорят здесь с Европейским Союзом она самостоятельно она стоит на собственных ногах в Сербии а тем более в Косово другой вопрос все-таки очень маленькие экономики небольшие страны которые вынуждены на кого-то ориентироваться в своей экономике на кого же они могут в окрестностях у них есть Россия есть Германия все-таки с каким-то вопросительным знаком вы сказали готов ли Трамп оторвать я не знаю может ли ему это удастся вы учтите что в Сербии православная страна весьма религиозная и во всем мире православия московская православная церковь российская православная церковь что называется московского разлива имеет очень большой вес им не всем так просто как Украина это сделала порвать свои отношения так радикально с этой православной церковью россии это вопрос относительно тем не менее несмотря на трение последних десятилетий а я напомню что у сербов возникли очень большие оговорки западной политики вообще политики нато после бомбардировки Белграда после войны нато против серб тем не менее к счастью сербы в принципе западолюбивы они в принципе ориентированы на запад парадоксально при всей своей близости к России так что и это вполне возможно удалось же украинцам в конце концов вырваться из этих объятий и пойти собственным путем так что и это не исключено сейчас же просто наглядный пример мы видим как Европа проявляет я уже сказал начал предложение не закончил вопрос не даже не в глупости начинание а в том насколько они потеряны сейчас как перевозбуждены и в то же время дезориентированы эти европейцы этого типа которые считают своей главной солидарностью солидарность с палестинским народом почему-то они впустили в свой дом кстати миллионы и миллионы новых пришельцев из ближневосточных краёв так что и здесь разумеется идёт не просто демографический пересмотр Европы но и религиозный пересмотр и там конечно приходится политикам учитывать интересы своих избирателей будущих короче говоря радикально ситуация меняется но она меняется ведь я думаю мне кажется что она будет меняться и в том направлении как она меняется в Америке все мы уже почти легли на лопат ну и многие из нас под влиянием меди под влиянием общественного мнения так называемого в кавычках которая нас убеждала что дело проиграно все уже решено Америка не сегодня завтра будет объединенной социалистической республикой новой и вот теперь-то она покажет миру как надо строить настоящий коммунизм вдруг мы видим полный поворот мы видим что многие американцы вдруг поняли цену своих американских ценностей видят ей сейчас цену и не собираются просто так ложиться за здорово живешь ложиться в гроб еще можно и повоевать за свою свободу так вот я хочу сказать что может быть вот это безумная акция это безумное давление на европейцев которые оказываются со стороны их средств массовой информации их так называемого общественного мнения которое неизвестно еще кого представляет может быть и там произойдет мне хочется думать вот такая реакция и европейцы все таки одумаются если не поздно конечно если уже они если все еще чувствуют себя вообще европейцами я хотел бы просто возвращаясь к Нобелевской премии сказать вам для вашей информации для интересов я к передаче готовился что в этом году в премии представлены 329 наименований из них 217 отдельных лиц индивидуальных лиц и 112 организаций и вот здесь есть определенная загвоздка среди отдельных лиц вообще есть такие чудные совершенно заявки скажем как Сноуден вам наверняка известный Эдвард Сноуден сбежавший из Америки в Россию можно сказать ну с собой прихватив какое-то количество файлов есть и комиссариат ООН по беженцам тот самый который с таким удовольствием распределяет ваши денежки если Америка еще платит взносы распределяет среди бесконечных поколений новых и новых поколений ближневосточных беженцев а есть и просто отдельные лица имена которых вам ничего не говорят скажем гинеколог из Конго это Денис Муквеге но главное я почти готов поручиться что премию и на этот раз получит какая-то безымянная организация как всегда их получали организации мне иногда кажется что шведские а то и норвежские члены комиссии по представлению по награждению лица организации премиями просто ходят по организации объединенных наций заходят в отдельные чуланчики и смотрят к какому еще подразделению мы не выдали премии за что-нибудь за какие-то богоугодные дела которые разумеется являются богоугодными но к установлению мира прямого отношения не имеет потому что мир до сих пор не восторжествовал почти нигде вот сейчас мы видим как делается это прямо учебник того как делается это вы сейчас говорите а вот соглашение которые подписали бахрейн и объединенные арабские эмираты с израилем вообще удивительная вещь ведь на протяжении современной истории президенты соединенных штатов америки прилагали колоссальные усилия для того чтобы добиться какого-то мирного соглашения не хотел водрузить на свою голову вот эту корону миротворца уж клинтон как не старался он сдал израиль полностью он предлагал арафату все что только тот пожелает но это еще раз говорит о том что палестинцы не хотят мира это их образ жизни это их сфера в которой они существуют находиться в состоянии противостояния войны и жить за счет доноров не производить не работать не так сказать не строить государственность нет их это не интересует единственный президент из всех начиная с клинтона даже раньше картер антисемит пытался что-то сделать а сделал только то что так сказать позволил в иране пройти произойти этой революции и исламизации ирана все пытались что-то сделать но ни одному не пришла в голову такая гениальная мысль которая пришла президенту трампу кстати я помню как наши некоторые из наших знакомых здесь издевались по поводу назначения кушнера советником президента ведь он проделал черную работу это он ездил по ближнему востоку встречался и проталкивал эту идею так вот идея заключалась в элементарные вещи это сейчас мы понимаем но не все к сожалению понимают в элементарные вещи что любые переговоры о мире в которой в процесс переговоров если включены палестинцы обречены на провал это железобетонная стена потому что им этого не надо какие бы условия им не предлагались они их все отвергают потому что это их не интересует и вот единственный человек который додумался до всего этого этот тупой этот не образован этот жилоб этот рыжий что если вы хотите добиться мира на ближнем востоке то нужно исключить палестинскую сторону из процесса переговоров единственное что может заставить их потом пойти на переговоры это когда все их доноры скрипят союз соглашением с Израилем когда не за счет кого будет жить и я не знаю хватит ли силенок у европейского союза этого прогрессивного европейского союза закормить эту палестинскую автономию если отвернуться все арабские страны их ирану явно не хватит денег не хватит даже тех денег которые им подарил обама кстати единственные президенты всех кого бы мы не перечисляли клинтонов бушей картера никто из них так сказать ну не был врагом израиля каковым был барак хусейнович обама который попытался сделать доминирующей региональной силы иран для которого израиль является первым и самым главным врагом ну конечно после америки и вот обама пошел на то чтобы дать им деньги развязать им руки создать атомную бомбу это единственный из всех современных президентов и вот сейчас когда трамп таким маневром совершенно гениальным вошел палестинцев мы видим результаты его внешнеполитической деятельности кстати кушнеру нужно отдать должное а то тут некоторые наши юристы с экономическом с экономическим образованием как бы издевались по поводу назначения этого парня я к нему не испытывал так сказать особых чувств потому что его либеральные какие-то ну задатки что ли меня смущали так же как собственно и дочь трампа иванку есть них это либеральное начало но вот то что он проделал на ближнем востоке это производит потрясающее впечатление если этот процесс будет продолжаться то в конце концов палестинцам не останется ничего кроме как сесть за стол переговоров уже с реальными вещами с реальной реакции а не валять дурака каждый раз шантажировать получать миллионы миллиарды для того чтобы сидеть там в носу ковыряться и жить за этот счет но нет ситуация должна поменяться коренным образом и еще раз говорю гениальность этого человека я имею ввиду президента трампа при всем его при всей его внешней неотесанности такой при этом он 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 действительно какие-то уникальные вещи у него действительно потрясающая политическая интуиция и уж кто кто заслужил премию мира если уж если это была бы действительно премия мира а то ведь алберт гор за свои фейковый фильм получил нобелевскую премию мира ну я уже вообще не говорю про барака обама который двух месяцев не был президентом вдруг был удостоен премии мира какой мир человек который поджог ближнего вы только посмотрите что он натворил кстати а байден когда он еще был немножко так сказать в себе в сознании вы помните эту историю когда он начал шантажировать израиль американской помощью и как достойно ему ответил минахем бэгин на его шантаж я не еврей с трясущимися коленками так что господа голосующие за демократами за байдена вам бы следовало немножко так сказать не слушать тот бред который он несет но абсолютный бред а вот немножко так сказать про пройтись по истории по его деятельности из-за этого человека вы намерены голосовать потому что у вас необъяснимая такая необъятная ненависть к президенту трампу и даже мир на ближнем востоке даже мир израилю вас ничему никак не радует не 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 вдохновляет вам это поперек горло стоит я помню как некоторые наши тут русскоязычные очень радостно восклицали и призывали поддержать идею так сказать соглашение с ираном с этим соглашением который кроме вреда ничего в себе не нес кроме опасности для израиля ничего в себе не нес нет они пели что это будет здорово и помню как как они визжали по по поводу открытия посольства в Иерусалиме американского как видите вы опять были не правы боюсь что и на сей раз если вы пойдете голосовать за демократическую партию вы опять будете не на той стороне истории человек на собственных ошибках учится совершать новые ошибки так что тут неважно важно другое возможно примеру Америки и этих новых стран последуют и другие сейчас часть Латинской Америки уже была готова перенести посольство в Иерусалим она сейчас сможет реализовать эту свою идею я думаю что и в других случаях произойдет примерно так же пример особенно успешный пример притягателен сам по себе то есть правда конечно хороша во всех случаях но правда которая подкреплена силой она вдвойне лучше и она вдвойне убедительнее для всех чем просто правда подкрепленная только слабостью только желанием а это именно то что сейчас имеется в Америке редкий случай когда есть и правда и сила на ее стороне в такой случае что называется прошляпить это было бы но это зависит только от вас мои друзья американцы давайте попробуем принять звонок добрый день пожалуйста в эфире мне четыре года вучит один и тот же вопрос почему не было подано в предложение дать под суд Обаму и Клинтон после в Бенгазе погибшего посольства которое было разрушено погиб посол еще четыре сотрудников это же нападение на страну почему не было поднят вопрос и отдать под суд этих мерзавцев я могу ответить на этот вопрос почему не было да не было той силы которая могла бы себе это позволить в ситуации слабости я хочу обратить ваше внимание что из четырех лет травления у трампа не было практически ни одного дня когда бы он не отбивался от наседающих демократов в том или ином виде в том или ином деле неважно забудьте по какому поводу это было просто одно непреодолимое желание его импичивать просто его снять каким-то образом а если можно то и закопать живем в могилах так вот если он сейчас победит у него будет еще четыре года я почти уверен что он к этому вопросу вернется он ведь человек слова все что он обещал четыре года назад он сделал или по возможности сделал он не достроил скину он ее достроит а если его не будет ее просто снесут снова так вот среди его обещаний было и обещание доказать Клинтон за это действительно преступление против собственной страны то что она не позвала хотя бы американцев которые на ближнем востоке есть в целом ряде военных баз есть вертолеты которые могли бы подлететь в течение полчаса и спасти несчастного посла и еще четверых охранников его а их живем сожгли а может быть разорвали на части ничего понятия не имею но и что и ничего никто не сказал по часам да вы посмотрите у вас же было время для того чтобы поднять вертолет могли это сделать не сделано не нужно мне доказывать что она преступник в данном случае но я повторяю у трампа не было для этого силы сейчас она появится если ему дадут еще четыре года и фим огромное спасибо к сожалению времени больше не осталось и до встречи в следующий раз до встречи и вам пусть я не хочу чтобы вас забанили вы говорили очень сильные слова вы знаете на фейсбуке меня уже забанили на 30 дней за то что я поместил фотографии там как бы компиляция такая из четырех фотографий на одной фотографии стоит трамп с нетаньяху а на остальных трех там барак обама в одном случае он стоит с джеремая райтом в другом случае с фараханом и в третьем случае с эл шарптоном и коротенькие цитаты из выступлений этих его друзей все этого было достаточно чтобы меня отправить на 30 дней в фейсбуковскую тюрьму так что да хорошо я вам желаю успеха и счастья мы еще много раз несколько раз во всяком случае увидимся до выборов я желаю вам спасибо спасибо Ефим вам тоже будьте нам здоровы